Для принятых, для домашнего опыта, да, используем для. Всем здравствуйте, хотя всем здравствуйте, смотри, никого еще нету, но все равно, всем здравствуйте, хорошо, да, привет всем. Так, Вероника, здравствуй, привет, привет, привет. Так, я как и говорила, сегодня у нас прямой эфир с мастером, вот как правильно тебя назвать, по прическам же ты, да, ну, то есть мастер международного, да? Да, да, мастер международного класса, ребенка семи стран Европы. Я обязательно этого учусь. Да, 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 всем здравствуйте, привет, да, то есть сегодня с вами на тему волос будет говорить, ну, я думаю, что один из самых компетентных представителей парикмахерского мира, поэтому я думаю, что смело, мы сейчас, знаете, девочки и мальчики, мы сейчас, наверное, пройдемся по вопросам, которые вы оставляли под постом сначала, да? Ну, я думаю, что эти уважают людей, да, которые выделили время, да, и задали свой вопрос, я думаю, мы так и начнем. Привет, привет, всем привет. Вот, поэтому, ну, давай тогда, какой, вот там спрашивали, какой уход делать в домашних условиях для брюнеток, да? Да. Настя, что бы ты посоветовала? Значит, конечно же, очень важно для брюнеток не перегружать волосы, потому что, как правило, большинство брюнеток, это люди не с пористыми волосами, да, как вот блондинки еще и сугубляют свою структуру. Брюнетки, они более шелковистые, вот, поэтому здесь очень важно не перегрузить волосы, чтобы они оставались у вас легкие, воздушные, дышащие. Вот, я рекомендую либо масло сатиновое из Киона, из компании Киона, оно в единственном таком экземпляре, очень легкое. Вот, второе, могу порекомендовать крем Арома Снак, вот, это австралийская компания, очень такой, он душистый и суперлегкий. Вот, есть еще также разглаживающий крем, он идет с увлажняющим эффектом, Марокко Нойл, вот, это уже такой бренд, который известен, наверное, по всему миру. Да, везде. То есть это такие, наверное, основные средства, которые можно было бы использовать как дополнение в уходе за волосом, допустим, после применения шампуня и кондиционера или маски. Вот, либо же можно просто использовать очень хорошую маску с глубоким питанием и восстановлением волоса, да, либо маску, которая будет увлажнять и разглаживать структуру волоса. Это тоже для применения, так будет здорово. Это хорошо, Настя. А вот если, сейчас я давай так все-таки назад это двину, а если, например, нет вот этих всех масел, вот что дома можно применить? Что дома, то есть что можно сделать в домашних условиях, но масла в любом случае их нужно будет хоть какие-нибудь приобрести, вот, то есть это может быть, конечно же, кокосовое, допустим, масло, да, можно делать масочки. То есть это такой домашний уход, если время как бы позволяет, да, и человеку нравится за собой ухаживать, к примеру, когда делают массаж, да, в некоторых южных странах они наносят кокосовое масло на волосы. И вот точно так же его можно и дома наносить, но кокосовое масло, оно хорошо только если оно будет разогретое, то есть его нужно будет вначале погреть в микроволновой печи, не до горячего состояния, а так, чтобы оно было такое, ну, как бы тепленькое. Вот, и после того, как наносится, точнее, после того, как промывается волос шампунем, вот, после этого можно нанести масло для того, чтобы открытые волосы напитали его, да, также, в принципе, будет и неплохо, если нет особой, допустим, возможности долго выдерживать, да, и вначале мыть голову, потом выдерживать масло, потом это все повторно смывать. Можно просто перед мытьем нанести масло на волосы, одеть шапочку, допустим, полиэтиленовую, такую для душа. Зиму. Да, да, вот, и закрутить волосы полотенцем, создать такой эффект немножко бани, вот, то есть волосы тоже тогда немножко напитают его, и будет, как бы, хороший эффект, после чего просто хорошенько волос промывается 2-3 раза шампунем, и наносится, как обычно, кондиционер для маска. И все. Да, и все. Вообще, я не сторонник перегружать волосы даже для блондинок, то есть максимально хорошая профессиональная косметика, которая даст легкое расчесывание после мытья, даст хорошее увлажнение, и после можно нанести что-то одно, один продукт. Главное, чтобы он был просто качественный, потому что многие клиенты, они считают, что в салоне, допустим, дорого, или в профессиональном магазине приобретать какое-то одно средство, которое стоит, допустим, 50 рублей, да, или там 35, лучше я куплю 5, но как бы вот там за эту же стоимость. И у них дома целая там батарея разных баночек, и они одно на кончике, второе там на серединку, третье на челочку, но эффект будет все равно не тот. Поэтому лучше какое-то одно хорошее средство, и оно будет служить во благо волосу 100%. Отлично, спасибо, Настя. Давай знаешь, как будем делать? Один вопрос без поста, да, а один вопрос вот живой отсюда. Сколько по времени нужно держать масло на волосах? То есть, ну, хотя бы минут 20, это минимум, наверное, выдержки, 20-40 минут обычно держится, то есть, конечно, спать с маслом нет смысла, и ходить там по несколько часов тоже нет смысла. Масло работает, да, масло работает 20-30-40 минут, ну, 40 это максимальное время. Больше нет смысла, да, девочки, вот так. Так, как вы относитесь к маслу Монплатин? Монплатин? Я вообще хорошо отношусь к этой компании, это израильский бренд, представленный у нас в Беларуси уже очень много лет, вот, у них хорошие есть пудры для объема, вот, у них хорошие есть масла, у них есть очень хорошие маски, кстати, и у них есть маски, корректирующие цвета, поэтому, пожалуйста, здесь уже зависит от того, насколько вы чувствуете желаемый результат. Если вам эта маска дает, качество волос вас устраиваемое, здорово. Вот так, да, девочки, если кому-то нравится, Настя, следующий вопрос, от сюда тогда, да, я посмотрю тут вопросики. Я, кстати, сейчас прямо, вот, Настя меня буквально пару часов сидела, красила, точнее, стояла, красила, я сидела, так что, вот, Настя, на работу прямо на мне, можете посмотреть. Значит, вопрос есть про фен, о котором мы говорили в прошлом эфире. Да, да, да. Значит, фен называется Эйчин, я его сфотографирую, и Ольга опубликует там, может быть, в своем сториз. Вот, он классный, да, на самом деле, очень хороший, Эйчин называется. Эйчин, он такой, по-моему, ты его показывала, да? Да, он бывает там сереприз разных цветов, я сейчас тоже его могу в интернете найти быстренько. Я думаю, что на него тоже будет, да? Ну, да, да, он даже в Беларуси сейчас продается, да, в интернете можно найти. Всем привет, кто к нам присоединился. Привет. Так, сохраните, пожалуйста, эфир, по возможности. А, да, все, естественно, эфир будет сохранен, ты уж все это мы понимаем. Сохраним обязательно эфир. Так, а масло кокоса натуральное или... А, какое натуральное масло, кокоса или масло чьи, да? Да, есть, конечно, разные, есть и из разных косточек сделаны, допустим, там и персиковые масла, и там виноградные, и, допустим, есть сатиновые масла, да, которые, ну, вообще считаются такие достаточно универсальные. Просто, что, допустим, имеет приятный запах и, ну, хорош... И, наверное, какая цель преследуется. Да, и какая цель преследуется. На самом деле масла, они имеют тоже не все положительные действия. То есть масло закупоривает волосы, волосы не дышат. Если вы часто используете масло, то вы должны, допустим, 2-3 недели пользуйтесь маселком, вот, профессиональным, который не будет сильно перегружать волосы, потому что только в профессиональной косметике оно дозированное. Вот, и после этого вы даете передышку волоса, либо вы используете шампунь глубокой очистки, вот, для того, чтобы волос опять как бы воспрял. Первые эффекты после масла, волосы такие живые, эластичные, классные становятся. Но потом они становятся более тусклыми, потому что масло имеет свойство забивать структуру волоса. Поэтому нужно всегда давать волосу отдыхать, как, впрочем, от любой другой косметики. От шампуней, да, масок и так далее? Ну да, ну, на самом деле, шампуни тоже, вот, это очень индивидуально. Есть люди, которые всю жизнь пользуются одним шампунем, их это устраивает. Вот, но уходы, они вот то, что наносится сверх и остается на волосе, вот, от того надо точно отдыхать. Еще там задали вопрос, какой уход подходит для кудрявых волос, да, вот, Анна спросила. Значит, какой уход для кудрявых волос сейчас разработан почти в каждом бренде линейки для кудрявых волос. То есть, там будет кератин, который будет наполнять волосы. То есть, что нужно кудрявому волосу? Ему нужен такой обволакивающий эффект, потому что в поперечном сечении кудрявый волос, он эллипсообразный. То есть, он очень узенький сам по себе. Если, допустим, вот твой волосик, вот, срезать его поперек, да, он будет круглый, вот, так как волос как бы шелковистый и прямой. Вот, у меня волосы чуть-чуть подвиваются еще от природы, то есть, он уже будет немножко вот там с формой эллипса. У кого сильно кудрявые волосы, у него очень часто, допустим, там, или некомпетентные мастера, или человек сам про себя думает, ой, какие у меня сухие волосы, какие они там неухоженные, или там секутся, неувлажненные. А на самом деле это природная структура. Этот волос настолько сжат, вот, у него там совсем другое строение всех вот этих вот пептидных мостиков. Так что вы не переживайте, у вас отличные, здоровые, хорошие, кудрявые волосы, которые требуют просто специальной косметики с обволакивающим эффектом и с дополнительным увлажнением. Спасибо, Настя. Я думаю, что прям ты хорошо ответила. Вот спрашивают, вот, Стаса спрашивает, есть ли хорошие отечественные средства? Ну, я так понимаю, что это имеет в виду Белитта, да? Ну, я думаю, что да, белорусская. Да, в Белитте есть хорошая кероксиновая линия, она в таких черных баночках находится, ну, как бы выпускается. Вот, очень, очень она, ну, с таким хорошим эффектом, то есть даже, допустим, девушки-блондинки могут запросто свой волос расчесать, вот, и масла у них тоже такие, ну, приятные. Я не могу сказать, наверное, о всем спектре Белиты, потому что мы очень мало с чем знакомы, вот, но, допустим, в Белите есть хорошие черные, в черных баночках, таких, как красители находятся, кондиционеры с оттенками, вот, и если кто-то хочет передавать оттенок своим волосам, допустим, более песочные, да, там, табачные, рыжие разные оттенки, либо, допустим, блондинка хочет себе такой легкий лиловый розовый оттенок, или более такой стальной серый, то именно вот в этих, как бы, Белитовских кондиционерах вы их можете найти. Они стоят копейки, продаются в любых, даже продуктовых магазинах, вот, и качество у них хорошее. Единственное, что мне вот само не нравится, запах. А что там, какой запах? Он такой, очень какой-то специфический и очень стойкий, то есть, если вы используете этот кондиционер, он потом смывается, конечно же, водой, но запах на волосах у вас будет держаться до следующего мытья. Будьте готовы, да? Да, у некоторых прям вообще тащится от этого запаха, ну, это на любителей. Наверное, наверное. Давай следующий вопрос оттуда, да? Значит, может ли состав воды, вот, влиять на структуру волоса? Конечно же, может, потому что даже у нас в Белоруссии, даже в Минске, в каждом районе, в каждом микрорайоне своя вода со своими, как бы, где-то больше железа, да, где-то больше там щелочи и каких-то очистительных средств. Поэтому, конечно же, оно все влияет. Вот, но если вы будете правильно ухаживать, если у вас будет грамотно подобрана косметика для вашего волоса, то все это можно будет, вот, компенсировать воду каким-то хорошим уходом. Ну, вот это, девочки, еще раз из разряда о том, когда вы можете, вообще, не знаю, как-то, уделять очень много внимания своим волосам, да, использовать какие-то очень хорошие средства, да, но при этом, ну, я не знаю, те средства, да, например, которые вы там увидели по телевизору, либо разрекламированные там подружками, еще кем-то там, блогерами теми же самыми, да, но если, ну, если ваш волос не смотрел профессионал, и не он вам подобрал вот эти супер-супер средства, да, то тогда есть вариант, что можно все испортить, да, имея хорошие волосы, можно это все испортить. Я просто на своем примере, вот я, вы сегодня, кстати, с Настей об этом говорили, я-то красилась очень давно, просто, ну, не у Насти, у меня была другая краска, а краска Кёна, вот, ну, именно для моих волос очень-очень-очень подошла, поэтому, я думаю, мы просто нашли эту какую-то определенную формулу, что, ну, серьезно говорю, волосы, ну, понятно, что они после покраски сейчас, да, но тем не менее, вот, ну, это полностью, как, Настя, правильно сказать, ну, затонированный, ну, затонированный, получается непористый, да, он какой-то красный. Да, то есть он такой шелковистый становится, то есть эта краска, она имеет эффект ламинирования, вот, она используется, вот, в компоненте, как бы с ней оксид всего лишь 1% оксида, представьте себе. Да, я не понимаю, кажется? Да, то есть это перекись, которая раскрывает обычно вот чешуйки волос, но здесь она играет роль, наоборот, запечатывание и впечатывание краски в волос, то есть она не проникает глубоко, она закрывает вот эти верхние слои чешуек, и сверху еще его в такую вот, как капсулу зажимает. Потом эта капсула со временем намягчает, разрушается и смывается, но тот цвет, который изначально пошел в волос, он остается. То есть вот, допустим, Оля, она не меняет цвет длины, да, и можно его тонировать каждый раз для того, чтобы просто насытить волосы и дополнительно его увлажнить, а можно его, как бы, и не тонировать. Вот, к примеру, я блондинка, не сильно тут видно, конечно, насколько, да, может быть. Да, но волосы у меня прям чистые, то есть я не как лист бумаги, я с таким легким лилово, наверное, холодного бежа оттенком, вот. И я длину вообще не крашу, то есть вот у меня корень отрастает, мне только корешок поддерживают, но длина у меня не уходит в нежелательные цвета, то есть нету ни желтизны, нету каких-то серых там пятен, но все ровное. Ну, это опять же с тем учетом, что там Настя сама профессиональная в этом деле, и с ней тоже работают люди, которых, так понимаю, ты обучила, да? Да, ну не всех я прям так обучала, но мы их подтягиваем, то есть все мастера, которые к нам приходят, они просто очень жаждущие работать в классном коллективе и в хорошей команде люди, и если у них есть какие-то пробелы по профессиональным, как бы, вопросам, то мы обязательно их отправляем на обучение, я сама тоже очень много обучения провожу и по прическам, и по стрижкам, по колористике, то есть разных. Тут как раз у девушки вопрос есть, то есть посоветовать хорошую школу по обучению прическам. Вы можете прийти обучиться даже либо лично у меня индивидуально, вот, прическам, либо у нас в Минске на самом деле много хороших школ, вот, это Екатерина Кубарю, мы лично вот не знакомы, но, допустим, мне нравится, как этот человек работает, вот, и еще вот несколько человек, то есть есть моя сестра Едко, Екатерина, которая тоже преподает прически, вот, ну вы уже просто должны смотреть на почерк мастера, то есть если вам нравится этот человек, как он свои работы делает, вот, то я, конечно, рекомендую идти уже по своему внутреннему ощущению, вот, кому что ближе. Вот так вот, девочки, ну так, сейчас отсюда, давай сейчас быстрее еще вопросик прочитаем. Так, так, это мы прочитали. Как уберечь волосы от сечения? От сечения, ну, значит, во-первых, нужно стричь кончики обязательно, то есть открывать волосы, чтобы они дышали, обновлялись, вот, есть волос, который от природы склонен к сечению, такое тоже бывает, вот, для таких волос существует полировка волоса, есть специальные полировочные насадочки на машинку мужскую, да, и которыми проводят по всей длине, и все волосики, которые торчат и отслаиваются от общей массы, они как бы снимаются буквально там сантиметр, полсантиметра, пару миллиметриков, то есть оно как обновляет всю структуру. Вот, есть специальные машинки полировочные, но, допустим, я лично предпочитаю ручную полировку, это когда выполняется, как бы, полировка попрядная, каждая прядка зажимается специальным образом между пальцами мастера, пальцы скользят по всему полотну волоса, и в этот момент все волосики, которые ты уже сам зрительно видишь, что они испорчены, они ножницами снимаются, потому что, конечно, полотно ножниц, оно самое острое, что может быть, вот. Ну, стрижку нужно делать, может быть, не обязательно даже ежемесячно, то есть можно с большего восстановить волосы и, допустим, делать стрижку там раз-два, раз-три месяца, но обязательно поддерживать. Ну вот, да-да-да. Ну, в моем случае, да, я буду еще чуть-чуть на себя, да, про себя рассказывать. Я прихожу к мастерам, опять же, я говорила, что у меня нет там одного мастера, вот кто свободен, тот и берет. Да. Я спрашиваю девочки, надо подстригать, состригать кончики, да? Они говорят, давай сегодня, да, давай. Порой говорят, что не надо. Вот Настя сегодня говорила, что надо, но у нас не было времени на это, так, я в следующий раз приду, и мы стриганем. Вот отсюда тогда вопрос, да? Да. Девушка спрашивает про тонкие натуральные волосы, то есть, что можно сказать об окрашивании таких волос, она боится, что будет волос как салон. На самом деле, бояться не стоит. Все, естественно, зависит от того, в какой цвет вы хотите покраситься. Если вы хотите быть, допустим, платиновой блондинкой, вам просто нужно будет больше уделять времени уходу, и при окрашивании обязательно использовать комплекс «Алаплекс». Это такой состав косметики, который добавляется уже непосредственно в краситель, в блондор, который обеспечивает ваш волос, и он предохраняет волос от разрушения, то есть, он не дает в структуре нарушиться и где-то, допустим, в каких-то ситуациях пережечься. Во-вторых, окрашивание есть безымячное, которое вообще непросто, допустим, не сделает ваш волос хуже, а сделает, наоборот, его лучше, потому что безымячное окрашивание, они наполняют волосы изнутри и сверху их запечатают. Это вот то, о чем мы уже говорили, по поводу, к примеру, красителя «Кер». Можно делать окрашивание тон в тон или ярче, чем ваш натуральный волос, и оно будет давать просто нереальный блеск. То есть, вот даже можно забить в любом поисковике тонирование волос в натуральный цвет, или там цвет темнее, или что-то яркое тонирование, и вы увидите, насколько это красиво смотрится. Также можно натуральный волос затонировать ламинирующей краской. Это та краска, которая еще дает такой, как лечебный эффект. Вот. Ну, разные можно варианты придумать, можно прийти на консультацию абсолютно бесплатно, пообщаться с мастером, и вам порекомендуют тот, как бы, путь, который именно вот индивидуально под вас. Вот, девочки. Еще, кстати, очень часто спрашивают, мы тоже сегодня с Настей об этом разговаривали, спрашивают, вот там девушка спрашивала про, каким цветом, да, какой краской меня красит. И вот невозможно, да, сказать, что вот это такая-то краска, такой-то тон, да, потому что все очень индивидуально в любом случае. Да. На самом деле, вот сегодня, Оля, мы чуть-чуть поменяли тон на 10 грамм. Я говорю, на 10 грамм это вообще хорошо. Мне нравится, когда все измеряется в грамм. Да. Значит, мы, вот, допустим, смешиваем 3-4 красителя. Очень сложно объяснить человеку даже, какой цвет, то есть, и какой краской мы красим. Мы работаем брендом Кёна и брендом Вэлла Элюмина. Но в основном, наверное, в 90% мы работаем на Кёна. Вот. И когда мастер работает, он уже смешивает под человека какую-то индивидуальную рецептуру. И мы ее ведем. У нас есть такая картотека, база в компьютере, где мы можем посмотреть вот все до граммов. И я посмотрела, допустим, что сейчас, если я Оле на 10 грамм там одного красителя меньше добавлю, а разобью его еще добавлю что-то новенькое, какой-то новый нюанс, то вот у меня сейчас получится эффект, который не будет сильно контрастировать с предыдущим окрашиванием по всей длине. Вот. И тот, который я смогу покрасить корень и наложить его на предыдущие окрашивания. И он будет красиво смотреться. А там уже в следующий раз Олег как решит, скажет, меня, пожалуйста, как вот в позапоза-позапрошлом. Да, у меня, пожалуйста, в рыжий, да. Настя еще там вот, сейчас я посмотрю, я так мимо Альену спрашивала, ну, рассказывала свою историю о том, что она сейчас, ну, кормящая мама, она, соответственно, на ГВ, и очень испортились волосы, они вылезают. Что делать? Да. Вот я мама не кормящая, но моему ребенку тоже 6-5 месяцев. Вот, да, именно вот такой стресс волосы терпят, где-то через 4-5 месяцев начинают, да, выпадать после рождения ребенка. Но почему? Потому что во время беременности организм работал реально на пятой передаче, вот, и он ничего не отдавал, вот, вне. И держал в себе и волосы, и все, что ему необходимо. Вот, поэтому после того, как ребенок рождается, конечно, это и стресс, это огромная потеря всего витаминов разных, там, гормональные всплески. И волосы будут выпадать, они должны выпасть, потому что на их месте будут расти новые волосики. И этот пушок, он виден, вот, как у нас говорится, так грубо, ну, да, ну, подшерсток. Вот, то есть он все равно будет виднеться. А здесь можно делать массажи себе, можно себя, вот, получать удовольствие, там, не знаю, вручить расческу мужу, чтобы он вас массажкой расчесывал, и чтобы он стимулировал ваши луковицы. Есть, конечно, разные мезотерапии, когда берут, допустим, вашу кровь, перерабатывают ее через динтерфугу, в плазму, потом обкалывают кожу головы, дополняя туда разные витамины, там, и так далее. Вот, но я, очень много наших клиентов прошло через эту процедуру, и я могу сказать, что мнение делится 50 на 50. Кто-то говорит, что ему, допустим, вообще как не помогло, да, совсем, а кто-то говорит, что помогло, но на время. И для того, чтобы восстановить этот баланс, вам все равно вашему организму понадобится время. Вот, поэтому вы не переживайте. Вот, можно, конечно же, поменять прическу, для того, чтобы не было, допустим, совсем такого тоненького хвостика, если очень длинные волосы. Но в то же время длину тоже можно сохранять, какое-то время носить просто прически собранные, когда подрастет вот ваша масса и дополнит волосы. Вот, есть, конечно же, витамины. Некоторые врачи, гинекологи советуют после рождения ребенка принимать те витамины, которые вы принимали на первых сроках беременности, которые вот строят организм. Но это, опять-таки, нужно консультироваться с вашим врачом, учитывая ваше индивидуальное, как бы, состояние здоровья. Вот, так что, девочки, не переживайте, мы все через это прошли. У меня, кстати, тоже после того, как я закончила кормить грудью, выпадывало какое-то определенное количество волос, но я не ощутила это вот прямо как вот как что-то страшное. Но, наверное, это в любом случае зависит от каких-то генетических, да, еще моментов. Ну, у кого-то волосы, ну, структура, да, одного количества, у другого, другого. Поэтому вредно ли мыть голову каждый день? Мне кажется, этот вопрос интересует всех. Вредно. Вредно? Почему? Почему? Ну, представляете, когда вы моете волосы, да, у вас в любом случае ваша луковица, она тоже напитывает воду. И вот она набухает, высыхает, набухает, высыхает. То есть это тоже стимулирует определенные вот нюансы и тоже выпадение. Вот, к примеру, ваша секреция, которая вот выбросила какие-то жиры, масла защитные для того, чтобы ваша кожа не пересыхала, да, кожа головы. А вы их тщательно, каждый день, мне ничего не надо, вот, не работая секреция. А она думает, боже мой, да не хватает же ничего кожи, и давай еще больше работать. Вот. И поэтому кожа головы быстрее, когда, допустим, становится несвежей, и, соответственно, волосы тоже, так как они все впитывают, тоже у них ощущение несвежести, вот, становится. Поэтому я рекомендую все-таки, сейчас есть сухие шампуни, сейчас есть разные пудры, вот, сейчас огромное количество причесок, которые можно подобрать и придумать под вас. Вот. Можно походить один день со спущенными волосами, второй день, допустим, походить с хвостиком, с косой, ну, хотя бы вот мыть, допустим, на третьей суте. Вот. То есть, ну, не... Это получится у вас где-то там два раза в неделю. Вот. Но не каждый день. Каждый день, конечно, это вредно. Ну, знаешь, вот есть же профессии такие, допустим, как у меня, когда у меня почти каждый день какие-то съемки или еще что-то, и голову приходится мыть, ну, фактически каждый день. Ну, это как бы вот издержки профессии. А если уже такие личные капризы, и, в принципе, допустим, работа допускает то, что можно прийти там где-то с какой-то интересной там гулькой, с хвостиком, с валиком, еще с чем-то. С валиком вот этой по-мужчинам. Это тоже неплохо, да. Вот. Но сейчас так много интересных причесок. Даже можно посмотреть такие лайфхаки, да, в интернете, на ютюбе, что можно придумать вот для себя. Вот. И это же даже не требует особых тренировок. То есть, если вы над собой поработали, хотя бы вот пять минут себе удивили, то вы уже увидите очень хороший результат. Так, хорошо. Спасибо. Чем можно... Чем можно вымыть фиолетовую краску? С блондора. С блондора с блондора. Да. Если это, получается, краска у вас была перманентная, то есть аммиачная, ее вымывать очень сложно. Можно блондеран взять, смешать его с оксида, смешать с водой и смешать его с шампунем и очень-очень быстро прям прошировать, промыть волосы. Такой результат можно добиться, да, таким методом. Потом можно хозяйственным мылом попробовать. Оно такое щелочное. Вот. Конечно, бывает, что и отмывается. Но на самом деле все очень индивидуально. Вот. То есть, если там совсем фиолетовый цвет, может быть, это тоник у вас фиолетовый, а может быть, это цветные гели у вас фиолетовые, которые смываются специальными клерами. Вот. Мне кажется, Настя уже ругается какими-то страшными словами. Да. Это специальные такие средства, которые разработаны под определенный бренд, которым вы покрасились, которые только они смывают вот эти цветные волосы. Да. А если, к примеру, вы покрасились, вот обстелетили волосы, да, блондараном, потом сверху сделали цветные волосы, то, ну, не так-то просто вам их будет вымыть. Нужно тут знать историю. Девушка, кстати, вот тебе комплимент на зиму предыдущего эфира, да, что мы купила, видишь, да? Боба пишет, да, класс, слушайте. Это топ вообще, мы все премся от него. Подожди, а озвучим, что это? Это аромас, что-то увлажняющий крем. То есть есть крема в каждом бренде, да? И аромас, когда вот приехал в Беларусь, он переплюнул все. То есть он стал даже легче, чем в Марокко Нойл увлажняющий крем, который супер лайтовый. Вот, то есть им можно грузить натуральные волосы, пористые волосы, стеклистые волосы, шелковые волосы тоненькие, блондинок, да? То есть он напитывает, и вплоть до того, что если вы утро просыпаетесь, и у вас где-то что-то примялось, и вам нужно это, допустим, фенчиком вытянуть, вы можете тоже немножко на ладошку нанести этого кремика, положить, допустим, на длину, на кончике, вот, и просушить это феном, не утюжком, феном только, вот, для того, чтобы волос распрямился. Или же просто нанести этот аромас на длину, и он сам вам немножко их вытянет, то есть он разгладит эту структуру. У нас есть подозрение, что очень много вопросов, да? Я думаю, что я тебя быстренько буду зачикывать, а ты будешь так вот, ну, тезисно, тезисно, не тезисно, да? Да, там, если вопрос требует большого раскрытия, ты как-то, ну, так раскрывай, да? Потому что я так понимаю, что все хотят получить ответ на свой вопрос. Какие бессульфатные шампуни посоветуете для волос, жирные у корней и сухие на конце? Есть в Марокко Нойл очень хорошие, есть увлажняющие масла, ой, не масла, а шампуни, ой, это бессульфатные. Есть в Киона хорошие шампуни, но они идут, они идут сульфатные, но они хорошие. Вот, есть в Нак бессульфатные шампуни. А чем сульфатные, а несульфатные? А, то есть, ну, считается, что сульфаты, они как бы повреждают структуру волоса, что они... Ну, это считается, а ты как считаешь? Я вообще считаю, что нужно пользоваться сульфатной косметикой. Вот, почему? Потому что для того, чтобы промыть волосы хорошо, чтобы он дышал, ему нужно немножко химии вот этой вот добавить во все вот эти вот мылящиеся растворы, чтобы все хорошо работало. Вот, поэтому ничего в этом страшного нету, что вы шампунь смываете потом водой, вот, то есть, и потом в бессульфатной косметике нужно время, чтобы волос ваш привык. Вот, она из-за того, что содержит очень много натуральных разных компонентов, вот, точнее, даже большинство компонентов не содержит, вот, то волосу не хватает. Блеска потом, он такой тусклый, он такой вяленький выглядит. То есть, это очень индивидуально. Некоторым требуется даже до полугода для того, чтобы переучить волосы на бессульфатную косметику. А весь этот процесс, они ходят с таким визуально несвежим волосом, потому что он не промывается так, как следует бессульфатной косметикой. Настя, все ты знаешь. Так, подскажите, как быть, если стрижка и масла не спасают от секущихся концов? Какие бумажки я не делала, насколько бы не отстригала, они всегда есть? Есть, Рита, спрашивай. Есть, значит, Рита, да. Есть специальные средства, называются средства, значит, заклеивающие секущиеся кончики. Это обычно в таких небольших баночках продается. Оно есть, такое средство, в косметике, по-моему, то ли у Алокси, то ли Олрай. Это, в любом случае, один бренд, просто два разветвления, да. Можно почитать. Оно, как бы, именно заклеивает секущиеся кончики. Может быть, вам такой препарат попробовать, но другого, наверное, ничего я вам не посоветую, только вот если уже индивидуально общаться с вашим мастером, который смог бы посмотреть на ваши волосы, посмотреть эту динамику, да, в чем же дело. Может быть, вы усугубляете плойками, может быть, вы утюжите волосы недосушенные, которые еще во влажном состоянии, тогда, конечно, внутри кипит вода, и он раскалывается и начинает сечься. Что может помочь для быстрого роста волос? Для быстрого роста волос? Ну, наверное, витамины, какая-то иммуностимуляция, массаж. Да. Внутрь? Внутрь. Не на, а в. И, конечно же, массаж. Массаж очень хорошо помогает. Стимулирует, я так понимаю, кровоток, да? Да, стимулирует кровообращение, луковица активно напитывается. Так, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Может, один вопросик оттуда еще, да, прочитаем? Так, 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 так. Девушка пишет, говорит, бежим за белитой. Вот аккуратно бегите, да? Ну, в белите ее очень много есть неплохих линеек. То есть, я бы посоветовалась с человеком, который вас красит, да, наверное? Да, все очень индивидуально. Каждому волосу, каждому человеку нужно что-то свое. И потом, конечно, шампунь, это самое главное в шампуне, это как ваша кожа головы воспринимает. А вот уже маска, вот тогда вот вы чувствуете именно волосы ваши. Нужно ли делать олаплекс? Олаплекс. Есть такая процедура лечения с олаплексом, да? И, в принципе, эффект от нее очень хороший. Вот, но она долго не держится. То есть, это такое временное, временное насыщение волоса. Его можно делать, к примеру, там, раз в две недели, раз в месяц. Чередовать его, к примеру, один раз сделали окрашивание, а потом пришли, там, допустим, сделали олаплекс. Вот, есть еще МП-комплекс, тоже очень классная, как бы, процедура. Она делается очень быстро, и, как правило, после стрижки или после окрашивания. Поэтому вы не платите мастеру за работу, а вы платите только за препараты. И здесь вот есть такой большой плюс, да? Вот, значит, здесь смешиваются специальные средства с МП-комплексом. Вот, наносится на волосы после мытья шампунем и кондиционером. И потом это все высушивается, выпаривается волос. И волос тоже такой классный становится, две недели точно держится эффект. Вот, очень хорошая штука. МП-комплекс, это из компании Эмми Дичота, это итальянский бренд. Вот, он у нас в Беларуси тоже представлен. Вот, кстати, спрашивают, где купить Кёна, да? Можно Настя, я расскажу, да? Да, да. Вот, еще как-то писала об этом в постах, говорили тоже в предыдущем прямом эфире, да, но на всякий случай еще раз расскажу. Вот у нас есть кто, кто, дистрибьюторы, да, там, где... Да, да, у нас есть дистрибьютор Кёна. Да, да, да. Ну, и могу вам так сказать, я как клиент, ну, вообще в целом, да, ну, человек, который пользуется этими всеми марками, вся самая, ну, вся самая клевая косметика по приятным ценам, то есть там, я так понимаю, без наценок, без ничего, да, там... Ну, у нас очень адекватный прайс, да. Вот, то есть с, я же говорю, приятными ценами, да, самые, так бы сказала, да, одни из самых дешевых. Да, да, одна из самых... У нас в салоне очень низкая такая ценовая политика на косметику, потому что мы заинтересованы, чтобы наш клиент дома имел очень хороший уход и, соответственно, когда он из салона выносит красивые, здоровые волосы, чтобы он такие же волосы вернул обратно. Да, 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 поэтому, ну, абсолютно, как я делаю, я, ну, вот, я окрасилась, я спрашиваю Насте, Насте, что мне нужно для волос? Она говорит, нужна маска, да, там, вот, я обожаю маску от НАК, 60 секунд, я вообще, вот, как-то рассказывала, вот эти вот все маски, которые надо, там, наносить, там, на 20 минут масла, это не для меня, нет времени, вот элементарно нет времени. Вот, 60 секунд ты пока в душе дальше моешься, маску нанесла, смываешь, волосы шелковистые, они приятно пахнут, они напитанные, да, потом вот этот вот аромас уходит перед тем, как сушить волосы, вот, про которые вот бомбывает, вот, шиенция. Да, да, крем, это увлажняющий крем Аромас и Знак. Он правильно говорит Аромас? Ну, кто-то говорит Аромас, Аромас. Давайте будем говорить Аромас, а я буду говорить Аромас. Хорошо. А еще там тебя девушка спросила, как часто ты используешь корректирующий шампунь от НАКа, чтобы поддерживать свой цвет? Я использую, если честно, я вот сейчас не знаю, ты меня похвалишь или пожуришь, но я использую каждый раз, когда мою голову. А, каждый раз, да. Каждый раз и убила меня сейчас, да. На самом деле, значит, корректирующий цвет шампуня, их не обязательно использовать каждый раз. Их можно миксовать. То есть вы, допустим, одно мытье используете корректирующий шампунь, а второе мытье, я имею в виду, что они раз и два, да, за раз в один день. А вот, допустим, как два раза в неделю вы моете волосы, и один раз в неделю вы используете, значит, корректирующий шампунь. Вот. Некоторые клиенты используют, допустим, раз, два раза в месяц. Все зависит от вашего волоса. Если он хорошо прямо вот напитывает, да, и забирает нужный цвет, и вас все устраивает, и он хорошо носится, то почему бы и нет использовать его реже. Да, можно, конечно, и чаще использовать, но с корректирующими шампунями нужно быть очень осторожными, потому что они пересушивают структуру волоса. Допустим, почему мы сейчас рекомендуем именно НАК? Несмотря на то, что мы работаем еще с несколькими брендами, и с итальянцами работаем, и с австралийцами, и с немцами, да, и с голландцами, но вот австралийцы, которые придумали косметику НАК, вот они эту косметику так как-то там такой состав классный сделали, что он не пересушивает структуру волоса, вот. Если только совсем капельку, которую вы почти не заберете. Так, еще раз, знаешь, ты у нас тебя попросили чуть подольше сесть, ты больше не сидишь в комментариях. Хорошо, все, поняла. Да-да-да. Хорошо. Здравствуйте, подскажите, вредны ли такие процедуры, как ботов с ламинированием, кератиновое выпрямление? Значит, да, кератиновое выпрямление – это химическая процедура, точно такая же, как химическая завивка, вот. Но если ее делает грамотный специалист, она абсолютно безвредная, она дает эффект прямого, красивого, шелковистого волоса. Ботокс для волос и ламинирование волос – это процедуры, которые относятся к ухаживающим процедурам, и вы можете здесь не переживать, то есть есть определенные технологии и количество, сколько можно использовать этих процедур. Вот, допустим, там, раз в неделю, раз в пять дней, там, раз в три недели, все зависит от того, что вы выберете. Уходов вы можете не бояться, все, что вы делаете для своих волос, делает их только красивее, а вас счастливые обладательницы и красивые шевелюры. Здравствуйте, как избавиться от пористости волос? Масломаски не помогают, а окрашены в блонд? Да, но, к сожалению, там, допустим… Никак, да, наверное? Да, то есть, если это ваша структура, пористая волоса от природы, а у нас, наверное, 90% человек в Беларуси славянского волоса, который именно такой вот пушистый, пористый, да, вот летящий… Да, хорошо. Вот, то… Сиди, спусти, спусти снизу, и у тебя было на уровне комментарии. Просто маленькая, подружила воля. Да, действительно, я же не модель. Нет, нет, просто Настя маленькая, я очень большая. Просто высокая или большая? Ну, и большая, и высокая, поэтому получается у нас такая очень большая разбежка в визуальной картинке, да, в Инстаграм. Вот, так что я, как бы, по поводу пористости, возможно, вы просто не нашли свою косметику, которая вам поможет, вот, придите к нам, давайте что-нибудь попробуем, потестим, у нас бывает так, приходит клиент на консультацию, мы открываем косметику, у нас вся, вся косметика есть на зале, да, в театре причесок, и мы так вот, одну, допустим, челочку мы мажем одним составом, какой-то другой волос другим составом, и вот так вот по кусочкам, потом клиент приходит и говорит, да, мне, допустим, из трех компонентов, точнее, из трех позиций понравилась вот, которая была слева, вот, и мы все рекомендуем, то есть вот так вот человек может методом проб, вот, попробовать, да, да, вот, что-то на себе испробовать, посмотреть в носке на это, если это будет вас устраивать, вы можете приобрести какой-то уход. Оливковое масло для волос, действенно? Ну, пишут, конечно, что оно такое, да, полностью там витаминизированное и супернатуральное, да, ну, не знаю, я все-таки больше за профессиональную косметику, потому что только в ней масла дозированные, вот, не все натуральное хорошо, иногда натуральное просто забьет ваш волос, и вы потом будете мыть голову 3-4 раза, вот, а то и больше, чтобы вымыть это все. Так, сейчас еще, так, по поводу, по поводу Прима, кто это блонда от Estelle, да? Это какой-то от Estelle для блондинок. Ну, я могу сказать, что, конечно, Estelle, это такая своеобразная косметика, да, она больше такого экономного немножко класса, вот, то есть она неплохая по своему, как бы, вот, выходу, да, в итоге, конечному результату, но структура волоса будет у вас не та, потому что, как бы, цена соответствует качеству, значит, качеству косметики. Качество косметики, это не значит, что у вас, допустим, вы нанесли фиолетовый шампунь, и у вас будет некрасивый эффект, эффект будет красивый, качество волос будет хуже, да, то есть оно будет хуже. Все-таки, если есть возможность, хотя бы можно взять не Estelle, а Шварцкоп, например, вот, у них тоже есть фиолетовые шампуни. Ну, все зависит еще тоже от того, какой маской вы потом пользуетесь. Вы можете, допустим, взять Estelle'евский шампунь, который будет вам корректировать цвет, а потом взять обалденную классную маску, которая вам этот волос весь напитает, как бы, вернет его к жизни, и все, и вы будете носить красивый цвет и здоровые волосы. Так, подскажите, а, так, это мы уже отвечали, вот, волосы электризуются, что делать? Есть очень классный антистатик для волос, в компании, да, да, есть антистатики для волос в очень многих брендах, но вот мы очень любим антистатик из компании Marocco Noil. Я даже не знала, что есть так. Да, да, зимой это очень актуальная штука, потому что зимой перепады температуры, шапки, шарфики, много одежды, разные составы одежды, и волосы, особенно у кого они натуральные и тоненькие, они просто стоят, как, это, одуванчики, да. Так, 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 здравствуйте, как справиться с, так, про излишними, мы же разговаривали на эту тему. Да, массажики, массажики, доктор, массажики, вот, анализы сдать, витамины принимать. Сейчас еще поищем. Это ваша сестра мне знакомая? Так. Почти сестры, мы вот сестры по волосам, по цвету. Нужно ли записываться на консультацию там? Да, записываться нужно, но, в принципе, даже если вы вдруг будете мимо прогуливаться и зайдете, то там никогда никто не откажет. Так, про кокосовое масло для волос мы тоже говорили, что можно, да? Да, да, про кокосовое говорили, конечно, можете использовать, только его нужно подогревать. Еще раз, какой шампунь для блатинок, чтобы волосы не желтели? Значит, есть Аромас, очень хороший шампунь, и есть Эмиди Чотто. Вот два бренда, которые я могу вам рекомендовать, которые хорошо, как бы, работают со структурой волос. Есть еще компания наша, это итальянская, ее в Беларуси, к сожалению, нету, но если вы где-то за границей бываете, вы можете себе приобрести, там тоже классный эффект дается. Спрашивают, какие маски для тонких волос вы рекомендуете? Значит, для тонких волос есть маски либо кератиновые, либо маски глубокого питания и восстановления. Они будут уплотнять волосы, делать их более упругими. Как вы ввести черный цвет без последствий? Я выводила, а без последствий, мне кажется, не получается. Не получается, все равно у вас будут какие-то минимальные где-то шероховатости. Во-первых, черный цвет, когда вы его выводите, получается такой вот пятнистый, да, вся ваша длина, потому что где он был свежий, он, скорее всего, смоется в какой-нибудь такой красный, вишневый цвет, где этот цвет был, допустим, наложением на черный, на черный или там на какие-то другие цвета, то, скорее всего, он будет смываться прям такими баклажанами, оттенками, там вот такими разными рыжими пятнами. То есть для того, чтобы его смывать ровно, ваш мастер должен обязательно соблюдать технологию нанесения блондора, смешения его с разными там компонентами. То есть можно, к примеру, обязательно использовать, вот я бы все-таки порекомендовала, либо с маслами блондора, либо с алаплексом, вот, и делать это дозированно в плане того, что вам не просто нанесли и бахнули сразу же там на 9, на 6 процентах оксида блондора, а вы это все, как бы вы приходите в салон на 12 часов, и, возможно, за 12 часов есть возможность, у вас будет уйти с красивым цветом и вывестись из черного цвета во что-то другое. Опять-таки вопрос, во что? Да, то есть если вы хотите шоколадный цвет, возможно, это будет как бы вот там за пару часов. Давай еще пару вопросиков, да? Да, я отсюда все прочитаю. Все, все вопросы прочитаю? Комплиментов много. Да. Я могу просто рассказать на тему того, как я выводилась из черного, я же была черной, я выводилась сначала в коричневый, а потом в зеленый какой-то, да, получилась, да, вот, переход. Потом из этого зеленого я выводилась в какой-то рыжий, ну, в такой вот оттенок непонятный, и потом уже только в блондинку, в какую-то блондинку, а только потом уже мы как-то, ну, добились уже такого. Да, есть вот здесь у девушки вопрос, то, что мы еще не рассматривали, какие брашинги лучше всего подойдут для кудрявых волос. Вот, значит, есть такая хорошая компания, называется Оливия Гарден, у них очень классные брашинги, или есть еще такая Лейбл Эл, Лейбл Эл она называется, у них тоже брашинги, которые еще и со щетинками, но, в принципе, когда вы приходите в магазин, скорее всего, должны быть какие-то тестовые брашинги, которые вот вы, как бы, вам должно быть комфортно расчесывать волосы, вы должны справляться, как бы, хотя бы даже двумя руками наматывать волосы на брашинг, или протягивать брашинг по полотну волоса. Если вам комфортно, то можно, как бы, вот такой вот брашинг приобретать. Вот, и как правильно самостоятельно сушить волосы с использованием фена и брашинга дома. А ты вот, кстати, в том, да, прямом эфире, эфире, да. Да, 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 то есть вы вниз головой сушитесь до 90% вот сухого волоса, и после этого вы уже можете использовать там брашинг, вот, если вы хотите брашингом пользоваться. Вот, опять-таки повторюсь, что это будет абсолютно безвредно, если вы высушитесь полностью до сухого состояния, вот, до абсолютно сухого, и потом за 3 секунды протянете себя, например, утюжком, забьете кудри или выпрямите волосы, то есть это будет не вредно для волоса. Тут, знаешь, еще спросили, жидкий кератин можно использовать в домашних условиях, чтобы волосы были более послушные и не пушистые. Маша спрашивает. Я не знаю, честно говоря, что такое жидкий кератин, то есть это, если это идет специальный профессиональный кератин, жидкий в виде, допустим, капсулы, ампулы для того, чтобы его на волосы наносить, да, возможно, он как бы будет как-то восполнять. Вот, ну и вообще, есть, есть уже, я говорила о том, что специальные средства, которые обволакивают структуру, утяжеляют волосы и делают их более шелковистыми. Что скажешь про тангл-тизер? И, ну, типа, откуда такой вообще восторг? Ты восторгаешься? Я не могу сказать, что я прямо это восторгаюсь, но это хорошие, очень классные расчески, которые удобно с собой носить, и в них есть, да, плюс за счет определенной структуры щетинок и определенного как бы их размера и расположения на расчесочке, она на самом деле безболезненно и беспрепятственно вычесывает колтуны, влажные волосы, мокрые волосы, тонкие волосы там и так далее. Вот, то есть здесь ничего такого вот как бы вредящего для волос нету. И потом у них есть теперь расчески на ручке, очень удобные, вот. Ну, они приятные, эти расчески, скажем так. Они модные, я бы даже так сказала. Ну, они модные, они красивые, они такие девчачьи, разных форм есть, с разными окрасками. Оля спрашивает, а не вредит ли полировка волосам? Нет, конечно, не вредит, абсолютно. Ведь это, если делать вручную, это просто вот так вот, смотрите, полировка волос вот вручную. Это вот берется прядочка и вот так вот она зажимается. И вот все волосики, которые здесь вот, видно, что они, допустим, посеченные, вот у Ули нет ни одного посеченного волосика. Мне просто повезло. Да, и вот так вот оно про, и ножничками все это вот так вот простригается. Так, девочки, я вижу, что очень много вопросов повторяется, да, что вот электризуются волосы, специальные антистатики для волос есть. Пожалуйста, вы просто посмотрите эфир, да, чтобы мы смогли ответить на еще другие вопросы. Ну, и на много каких уже ответили, ну, Настя, в смысле. Да, да, не волнуйтесь, там все есть в эфире. Так, как выбрать правильный брашинг, диаметр, длине, там, что-то там? Брашинг, ну, все зависит от ваших волос. То есть, если у вас, допустим, волосы, ну, примерно вот такого вот, вот такая вот фишка, да, здесь можно использовать брашинг 45-35 диаметр. Если у вас волосы, к примеру, такой длины, как у меня, и длиннее, вот, то есть то, что ложится уже на плечо и падает ниже, то здесь уже можно использовать брашинг 45- бесконечного диаметра, кому как удобно. Кто-то любит вот такие вот прям огромные брашинги и ведет по всему полотну, там, целую прядь на, там, всю голову наматывает, да, и сушит. Все зависит от того, насколько вам самим комфортно будет таким брашингом пользоваться. Спрашивают, как ухаживать за нарощенными волосами? За нарощенными волосами есть специальные расчески. Как раз-таки вот эти вот там вертизеры, они подходят для ухода за нарощенными волосами. Значит, там нежелательно наносить на капсулы масла, кератины, маски, вот, потому что они за счет своей маслянистой структуры, вот, могут стягивать ваши капсулы. Но в то же время, если сделано хорошее качественное наращивание, и у вас правильная грамотная капсулка, которая закрыта с двух сторон, да, очень тоненько, то тогда можно наносить просто на всю длину, как уже получается, и не бояться, что где-то попадет на корень. Но вообще, когда вам делали наращивание волос, вам должны были рассказать, как за ним ухаживать. Вот, за ним ухаживается точно так же, как и за обычным своим натуральным волосом, но, как бы, за ним обязательно нужно ухаживать. Он же точно так же портится, плюс этот волос ничем не питается. Вот, то есть волосы и так у нас ничем не питаются. Волосы – это вообще мертвая структура, вот, но, как бы, свой волос, он все равно более такой живой, да, а тот, который вы нарастили, он может быть вначале и поживее, чем ваш натуральный, вот, но потом в процессе носки, и, как правило, у кого наращенные волосы, они часто делают всякие завитки себе, да, и утюжками пользуются, и плойками. Поэтому его надо тоже увлажнять, масочками хорошими пользоваться. Вот, кстати, девушка там спрашивает, опять, типа, волосы очень быстро жирнятся. Можно я прямо ответить на этот вопрос? Да, да. А если что, ты дополнишь. Хорошо. Надо корректировать свое питание, это в любом случае, правильно? Да. Постоянно кушаем жирное и сладкое, да, это в любом случае. И проконсультироваться со своим мастером, который вас окрашивает, если вас еще никто не окрашивает, обратиться к хорошему мастеру и отрегулировать вот этот процесс, да, ухода за волосами, то есть подобрать грамотный шампунь, да, там шампунь, маску и так далее. Правильно? Да, все правильно. Вот, могу к тебе приходить работать. Девушка тут спрашивает, почему волосы не в порядке, потому что мы попали под дождь, это во-первых. Во-вторых, у меня волосы в порядке, у меня сделана накрутка, в которой кончики как бы, ну, то есть изломан, видите, серединка, кончики вот такие вот прямые, а вот, ну, я думаю, что мы больше собрались здесь за информацией, а не для того, чтобы обсуждать, ну, мои или чужие волосы, да. Ну, это нормально, нормально, знаешь, это такая, это какая-то ложка. Счастья вам, здоровья, да, удачи. Так, вы скажите, пожалуйста, ботокс, так, 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 волосы очень, так, ла-ла-ла, все, так. Ты знаешь, ты смотри, мы в целом, наверное, так, ответили, по-моему, на все. Если полировка именно машинкой вредна? Нет, не вредна, не вредна, не переживайте. Хорошо, хорошо. Слушай, мы молодцы такие, справились. Да, 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 классно. Я, может быть, ты можешь сказать, ну, для, есть ли какое-то универсальное средство для блондинок, брюнеток, для рыженьких или еще для кого-то? Универсальное средство? Для шампуни, да, вот, у которых в целом, вот, ты могла бы сказать, вот, ты рыженька, ты блондинка, и ты брюнетка, пользуйтесь этим шампунем. Да, есть шампуни, которые несут в себе питание и увлажнение. Вот, есть отдельно, которые направлены на только на питание, есть только на увлажнение. Увлажняющий шампунь подходит абсолютно любому волосу. Шампунь, который питает волосы, он тоже достаточно многим подходит. Тут, наверное, зависит не от цвета волос, а от структуры волоса. То есть, есть волосы пористые, и они независимо от цвета будут пористыми. Есть волосы шелковистые, и они также независимо от цвета будут шелковистыми. Вот еще у меня самой осозрела к тебе вопрос. Вот, например, когда частые укладки, да, и еще какие-то там манипуляции с волосами, там те же утяжки, вот очень же важно наносить какую-то защиту, да, чтобы волосы... Да, конечно, перед утяжками есть защита, и как раз-таки вот в этом креме Аромаса у него есть, да, у него есть защита перед использованием термоинструмента. Тут уже, кстати, благодарят за полезную информацию, да, это здорово, так что мы идем правильным путем. Да, как найти своего мастера? Ну, прежде всего, это должен быть грамотный специалист, который развивается, учится, вот, и я считаю, что, наверное, как бы еще хорошо мастер, наверное, не работал, а еще здесь играет огромную роль человеческий фактор, вот, то есть если вам комфортно и классно с мастером и мастеру с вами, то он вот просто треснет для того, чтобы вы были довольны и счастливы и подскажет вам в любых ваших вопросах. Вот так вот, мы уже треснули, точно. Кстати, у нас осталось минута 30, да, так что посмотрим, что у нас дальше будет. Опять про Монплатин. Так, 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 как найти, так, вот это, вот это. Спасибо за комплименты, да, потому что там много. Так, так, джейка или как, шампунь или что-то, да? Я не знаю, честно говоря, возможно, аббревиатуру, я не знаю, знаю, как называется, но как бы... Так, кстати, знаете, девочки, мальчики, если вдруг у вас есть какие-то вопросы, я думаю, что я могу потом как-то анонсировать, да, прямой эфир из театра причесок. Например, Настя тоже сядет, давайте мы так сделаем. Мы, если остались еще какие-то вопросы, и вопросы есть, то давайте мы сделаем так. Настя подумает, когда было бы хорошо, удобно, да, а я проанонсирую в сторис на своей страничке выход Насте в прямой эфир. Она уже с вами поболтает, поговорит, хорошо? Вот, всем огромное спасибо за эфир. Спасибо. Я надеюсь, что, да, это было познавательно, я думаю, что много-много было полезной информации. Да, достаточно. Да, я думаю, что довольных людей прибавилось, сейчас все побегут за какими-то своими штучками, трючками, да, какими-то полезностями, поэтому я думаю, что не последний раз, Настя, собираемся. Хорошо, я с удовольствием. Да, все, всем пока-пока. Пока-пока.